доброе утро дорогие друзья всем доброе утро из я сейчас нахожусь в аэропорту в логе провожал мою дочку улетала она улетала в лагерь и поэтому если не прожив прямо из машины прожим из машины урок сейчас секундочку значит так значит да мы продолжаем изучать дуру и у нас сегодня сегодня у нас 5 тому за 5 тому за 4 июля до сегодня день независимости сша и день рождения моего брата михаила чтобы сегодня урок посвящается его был у него успешный год он оказался сейчас беженец из украины из харькова и вот сейчас 62 года ему 62 года оказался в израиле жизнь можно сгода всевышний заставил составил всевышний подняться землю израиля многие не хотели его час бах оказались здесь теперь значит на сегодня 5 тому за и нам книга а йом йом книга йом йом сегодня нам говорит так что альтеры рыбы спросила одного из великих и особенно приближенных своих хасидах его состояние когда тот пришел к нему на ехидут мы знаем что у хасидов у них была особенно это было развито в хабаде была такая практика что они приходили к рыбы на их идут их идут это личная встреча такая индивидуальная личная встреча и вот когда они приходили на эту индивидуальную личную встречу то там обсуждался какой вопрос например я бы пришел к альтеры рыбы говорю альтеры будут как мне чем мне заниматься как не больше заниматься сколько мне в аикре времени уделять сколько мне работе времени уделять куда мне детей отправить учиться там всякие такие вот вопросы жизненные до направления жизненное направление то есть у каждого человека есть есть огромный выбор возможности у каждого и есть вопрос а что выбрать куда идти в каком направлении двигаться на что сделать акцент и значит вот эти все вопросы обсуждались на этом ехидуте и вот этот хасид пришел к нему и рыбы спрашивает как дела как твое состояние расскажи хасид ему пожаловался что разорился если ты ему говорит вы знаете рыба нету денег нет денег я сейчас встречал как раз многие это киевская община где мы были и сейчас все кто из киева были киевская община где-то нашел нашли деньги они и делается лагерь для девочек в венгрии и в польше и как раз съехали сейчас все вот я увидел многих людей которые вот сейчас от этих событий переехали в израиль от войны беженцы от войны и у них очень тяжелое положение потому что ну когда ты приезжаешь не успеваешь не подготовиться ничего беженцы да вот собрали по два чемодана и приехали и здесь как бы тоже особо когда много людей сразу приезжает не могут всем хорошо помочь и получается что я послушал посмотрел и думаю слава богу что мы приехали в 2000 году что мы прошли этот путь когда нам было 20 там в 2000 году мне было 27 лет и в 27 лет мы прошли да было тяжело первые годы да не было денег не было квартиры не было ничего но это было все-таки 27 лет и было стремление переехать в израиль я при я переехал по религиозным мотивам прям конкретно меня спрашивали зачем ты переживаешь я говорю я религиозный стал человек и приехал встречать машин встречать мессию прям когда документы получал я спросили цель вашего приезда я сказал встречать машина приехал я скоро придет машин и вот значит поэтому мне было достаточно легко а тут люди приехали им тяжело я вижу что реально тяжело и вот бывают жизни такие ситуации тут вот как раз рассказывается нам случай когда этот хасид рыба пожаловался говорить я разорился бывает вот люди у меня есть одни очень приятели да друзья можно сказать да они были очень богатые вот реально были очень богатые и туда не так вложили здесь не так вложили тут вложили и везде где они вложили деньги то банк закрылся то еще что то еще что то в общем не разорились то есть есть этот аспект когда человек богатый потом разорился и что ему ответил рыбы рыбы ему сказал так твое назначение он ему сказал а их идут их идут это да рыбы видит предназначение каждого и он ему говорит твое назначение освещать все вокруг себя светом торы и молитвы вот это твое предназначение учить тору обучать торе и молиться и и освещать все светом а пропитание и все остальное в чем ты нуждаешься обязан дать тебе всевышний благословен он делает то что должен делать ты а богу предоставь сделать то что должен сделать он вот давайте представим что в этот момент может почувствовать человек да вот у него нет денег у него нет работы у него нет жилья ему говорит рэбэ послушай ты туру можешь учить могу молиться можешь могу занимайся этим и остальное сделать свыше мне сразу вспоминается история равшалом аруша которые которые написал книгу сад веры сад благодарности сад мира и еще много других книг и равшалом аруш он иди сад благодарности рассказывает свою историю что он он разорился тоже у него были огромные огромные долги и были огромные огромные проблемы со здоровьем но он очень сильно в это время приблизился к торе то есть он очень двигался ко всевышнему и есть такой такой вид служения у бреслов стихо сидов это уходить на природу и там на природе своими словами разговаривать с богом и с богом разговаривать своими словами на природе всему рассказывать и он говорит я уходил часами по пять по шесть часов я на природе благодарил всевышнего за то что он мне дал вот такую вот мою жизненную ситуацию я понятное дело что долги нечего кушать дома пустой холодильник все он говорит ну я по пять по шесть часов горел свежнего спасибо спасибо я же знаю что ты меня любишь я же знаю что ты со мной и спасибо тебе за все что ты мне даешь и возвращался я домой и дома я танцевал и радовался и пустой холодильник более все а я танцую радость и люди которые был должен деньги они говорят смотрят это очень странно что ты такой радостный да у тебя денег нету работы нет ты нам должен ты болеешь а ты такой радостный smaller дачу мне не радоваться всевышные он так сделал значит всевышний в бедне Hz радующая что всевышний не дал то что дал и эти люди они говорят слушая или дочь to с радоваться вот у нас не деньги у нас есть И здоровье у нас есть, и машина у нас есть, и квартира у нас есть, а радости у нас нет. А у тебя ничего этого нету, а радость у тебя есть. Так получается, твое положение, оно лучше, чем наше, да, в жизни. Потому что, если ты радостный, если ты довольный, если ты благодарный, у тебя все хорошо, так тебе хорошо, а нам реально плохо. И они начали его просить, чтобы он их научил, как так радоваться жизни. И он их научил, вот этот сад благодарности, сад веры, и они дали ему деньги, издали его книги, и он эти книги, там сотни тысяч книг по всему миру его проданы, на все языки переведены. Он стал богатым, он все деньги вкладывает дальше в служение Всевышнему. И, значит, вот так вот, как раз, наверное, это имел в виду Любавич Старебе, Альтера Ребе, когда Хасиду давал этот совет. Он говорит, учиться можешь, могу, молиться можешь, могу. Он говорит, все, а деньги, а деньги Всевышний тебе обеспечит. Как есть известная история, один такой молодой религиозный парень, он был все время веселый, радостный, счастливый, учил Тору, танцевал, пел, но не работал. И, значит, его полюбила девушка, дочка олигарха, она видела, он такой веселый, счастливый, радостный. И она, значит, в общем, у них встретились они, да, и она говорит, все, я хочу выйти за тебя замуж. Он говорит, ну, отлично, Всевышний мне послал такую жену, невесту красивую, умную, веселую, еще и с богатой семьей. Она говорит, ну, идем с папой знакомиться. Он приходит, значит, папа спрашивает, ну, слушай, вот ты чем занимаешься? Он говорит, я служу Всевышнему, я учу Тору, молюсь. Он говорит, а работаешь ты тем? Он говорит, это и есть моя работа. Он говорит, а живешь ты на что? Он говорит, Бог помогает. Он говорит, ну, ты когда на дочке моей женишься, ты же должен ее обеспечивать, должен ей там квартиру какую-то обеспечить, машину. Где ты деньги возьмешь? Он говорит, Бог поможет. Если Бог не дал жену, значит, Бог не поможет ей с деньгами. Этот говорит, хорошо, но дочка моя привыкла там каждый год ездить отдыхать. Как ты ее будешь возить отдыхать? Он говорит, Бог поможет. Ну что, Бог, если надо отдыхать, так Бог поможет, а не надо отдыхать, так Бог не поможет. Значит, он говорит, хорошо, а машину ты можешь купить? Он говорит, ну, если Бог даст машину, значит, будет машина. Не даст, не будет машину, Бог поможет. Значит, ну, тот ему еще пару вопросов, а тот на все. Бог поможет и поможет, Бог поможет и поможет. В общем, он уходит, дочка папу спрашивает. Папа, ну как? Говорит, как, где мой жених? Он говорит, жених, говорит, конечно, веселый парень, хороший. И вежливо очень, говорит. Вот знаешь, говорит, мне очень понравилось, что он меня Богом называет. Он все время говорит, что Бог поможет, он же знает, что я помогу, наверное. А он не знал, что он поможет. Не он поможет, так как-то Бог работу бы дал. Это то, что сказал Рэбэ вот этому хасиду. Видно, у него был такой этап служения, чтобы тот, кто служит, то иногда в богатстве, иногда в избытке, иногда так, иногда так. В общем, Рэбэ ему сказал, что не переживай. Вторая книга «Обретение неба на земле» нам говорит о том, помните, та линия, которую эта книга продолжает, что нужно выйти за пределы своего эго, за пределы своих привычных представлений, за пределы своих привычных действий и так далее. Вот, значит, это то, что говорили мы последние все занятия. Теперь эта книга сегодня нам говорит, что есть люди, которые хотят помогать другим, но они очень нетерпимы в своей помощи. Почему? Почему? А они не могут работать с другими, ибо их эго не оставляет больше места. Они могут работать только с продолжением собственных раздутых личностей, которые показывают, что нуждаются в них или нужны им. В общем, перевод очень плохой, и с концовки понятно, что было в начале. Вы любите своего ближнего не ради прославления собственного эго. Переходя на помощь своему брату или сестре, оставьте собственное «я» позади себя. Любите самоотверженно. Значит, из этого совета показывается, что избавиться от эго можно, когда ты убираешь свои представления о том, что правильно или неправильно в помощи другому человеку. Проще всего понять эту идею из примера, когда учительница объясняла детям в школе, что надо помогать пожилым людям переходить дорогу. И нужно помогать пожилым людям переходить дорогу, потому что это правильно, это хорошо помогать людям переходить дорогу пожилым. И на следующий день Вовочка опоздал на урок, и учительница спрашивает, где ты был. Он говорит, вы знаете, я вот по вашему совету, я переводил бабушку через дорогу одну. Перевел сегодня 39 раз ее. 39 раз я перевел. Какой молодец. Учительница говорит, а зачем бабушке было 39 раз переходить? Он говорит, а ей не надо было, говорит, я поэтому и опоздал, что она не хотела переходить. Но вы же сказали, что надо помогать и переводить. Вот я 39 раз ее перевел через дорогу. Некоторые люди вот так помогают друг другу, они переводят другого через дорогу, хотя другой вообще не хочет переходить через дорогу. Ему вообще не надо переходить через дорогу, для него это вообще не помощь. Но они своей вот такой вот помощью, представлением о помощи, навязчивой помощью, они делают, еще обижаются. Кстати, вот я сейчас рассказал эту историю и понял, что я в некоторых случаях вел себя именно так по отношению к близким людям, потому что мне казалось, что именно помощь им это то, что я считаю правильным. Я их прям захотел заставить делать то, что мне казалось правильным для них. Хорошо. Значит, эту книгу мы тоже разобрали. И мы продолжаем историю вчерашнюю. Мы продолжаем вчерашнюю историю. Значит, недельная глава. Очень интересная, мистическая глава про Беляма. Про главного мага того времени, когда еврейский народ заходил в землю, в землю уже Израиля. И перед заходом они подошли к Муаву. И царь Муава Балак послал своих посланцев к главному колдуну того времени, Беляму, для того, чтобы позвать его проклять еврести народ. Значит, Белям сказал, что я должен спросить у Всевышнего. И он был пророк. Ему Всевышний открывался во сне. Всевышний открывался во сне. И вот он им говорит, переночуйте, завтра я вам скажу. И посланцы Балака остались на ночь. Всевышний ему сказал, ты не пойдешь с ними, и ты не проклянешь еврести народ, потому что благословен он. И вот мы сегодня читаем продолжение. Войкам Белям Бабокер. И встал Белям утром, и, значит, и сказал министрам этим Балака, посланцам Балака, идите к себе в землю, он им сказал. Отказывается Бог. И он не сказал, что Бог сказал, что их невозможно проклясть, потому что они благословлены. Он им сказал, отказывается Бог дать мне пойти с вами. Так он сказал. И встали эти министры Муава, и пошли они к Балаку, и сказали, отказывается Белям пойти с нами. Так они передали ответ. И собрал Балак тогда еще более важных посланцев, и послал их снова к Беляму. Отсюда я как раз тоже, вот, Тора, она как бы нам говорит очень коротким, таким чистым, зашифрованным языком, таким очень сжатым, да, сжатым. Но чтобы было понятно, что сделал Белям, я вспоминаю, у меня был когда-то один очень знакомый, такой политик, лоббист, там, решала такой, да, он решал любые вопросы. И он как-то, а я всегда, когда встречаю человека, который умеет что-то делать очень хорошо, я стараюсь понять его главные, главные его секреты, да, чтобы, его лайфхаки. Я вот этого решал, вот такого, который решал любые вопросы, и брал за это огромные деньги. Я его спрашиваю, а скажите, пожалуйста, какие у вас главные ваши секреты? И он мне говорит, смотри, я, у меня есть репутация, что я могу решить любой вопрос. Я ее создавал, эту репутацию, годами. И когда ко мне обращаются, чтобы я решил какой-то вопрос, я никогда не говорю, что я не могу его решить. Но если я не могу его решить, то я называю такую цену, которую они не готовы заплатить за этот вопрос. Я говорю, что я решу этот вопрос, но это стоит, там, 10 миллионов долларов. И тогда это показывает, что не то, что я не могу решить этот вопрос. Все думают, да, он может решить, просто мы не готовы столько заплатить. Это был его лайфхак. И вот это то, что сделал Белян. Он не сказал им, что я не могу их проклясть. У него была репутация человека, который может проклясть и может благословлять. У него была репутация самого мощного колдунатого времени. Он им говорит, мне Бог запретил идти с вами. Все. Они вернулись. Балак собрал новых, более важных, вот этих посланцев. И они приходят обратно к Беляну. Ему говорят, так сказал Балак, сын Цепора. Не отказывайся прийти ко мне. Я тебе окажу почести великие. Все, что скажешь мне, исполню. Пойди проклини мне этот народ. Так они ему передали. И ответил Белян, сказал им Белян. Если даже даст мне Балак, вот сейчас он называет сразу цифру, да. Даже если даст мне Балак полный дом серебра и золота, не смогу я переступить повеление Всевышнего, Бога Всесильного моего. То есть он знал Всевышнего. Прям он реально знал. И не смогу я переступить то, что Бог мне сказал сделать, в маленьком или в большом. Теперь, дальше, он им говорит, оставайтесь здесь на ночь. И я узнаю, что Бог будет говорить мне. Веда ма юсиф ашем дабер эми. Значит, Воевое Луким эль Белян, Лайла, и сказал ему, если пришли они звать тебя, эти люди, вставай, иди с ними, но только ты будешь говорить и делать то, что я тебе скажу делать. Это ты сделаешь. И Белян пошел. Все, сегодня мы этот отрывок заканчиваем. И тут есть огромный урок, который является одним из самых важных вообще мудростей Торы, которую, если ее понять в жизни, она просто, ну, меняет ракурс вообще всего. Из этого места учится огромный важный закон, который звучит так, что путь, по которому человек хочет идти, ведут его с неба. Что имеется в виду? Первый раз Бог сказал Беляму, ты не пойдешь проклинать еврестий народ, потому что он благословлен. Белям сказал этим посланцам, Бог мне запретил идти с вами. Пришли вторые. Он приходит второй раз ко Всевышнему и говорит, я хочу пойти. Всевышний говорит, ладно, если хочешь пойти, ты пойдешь, но делать будешь то, что я скажу. То есть, если человек, у него есть намерение какое-то, он хочет что-то делать, то Всевышний ему разрешает идти по этому пути, но все равно действия человек будет делать и получает результаты, которые все равно идут с неба от Всевышнего. Но человек может выбрать, то есть выбора нас никто не может лишить. У человека есть свобода выбора, и то, что является следствием свободы выбора, полная ответственность за свою жизнь и за результаты. И каждый из нас может принять любое решение. Какие будут результаты, мы не знаем. Но вот этот диапазон принятия решений внутри, он огромен. Вот здесь, как есть такая Мишнаф-Киртия, вот она звучит так, что все просматривается, и есть свобода выбора. И быту вау-лам-ни-дун, добром судится мир, и все по большинству действий. Как это работает? Вот, например, если я поеду сейчас в Тель-Авив, у меня есть выбор сейчас, куда ехать после, мы заканчиваем урок, и мне нужно ехать, я могу ехать в Тель-Авив, могу ехать в Иерусалим, могу поехать в Сфат, могу поехать в Хайфу, могу поехать в, ну, то есть миллион разных вариантов, да. Значит, и вот я выбираю, куда же мне поехать. Но куда бы я ни поехал, на пути, по которому я еду, будут происходить определенные события, которые уже этими событиями я не управляю. Эти события дает мне Всевышний. Но выбор, куда ехать, это мой выбор. Путь, по которому человек хочет идти, его ведут с неба. Все просматривается, то есть по любому моему выбору понятно, что будет, потому что Всевышний же всем миром управляет. Но выбор у меня есть, по какому пути идти. Все, это то, что мы сегодня выучили. Что было дальше с Белямом, мы узнаем. То есть, как взаимодействует желание человека с реальностью, которую дает Всевышний, мы узнаем завтра. Все, всем хорошего дня, благословений, удачи, успеха, выполнения заповедей. И чтобы Всевышний, каждому из нас, на пути, который мы выбираем, дал много добра. Это есть такое благословение, которое вот я, когда меня просят благословить, я обычно его и говорю. Что Бог и малеколь мишелот лебеха литова тэха. Чтобы Бог наполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. То есть, у каждого человека есть набор желаний, которые, это как запросы его сердца, да? Мне это надо, я это хочу. Иногда это выражается в цель, в молитву. Я хочу, вот моя цель, дай мне, я двигаюсь в этом направлении. Так вот, чтобы Всевышний, он выполнил все запросы нашего сердца для нашего добра. Потому что бывает, что человек просит что-то, он говорит, Всевышний, помоги мне ограбить этот банк. Я очень хочу ограбить этот банк. И Всевышнему говорит, ладно, ну, говорит, он ограбил банк, но потом пришли и его посадили в тюрьму на 20 лет. И он говорит, как же так? А Всевышнему отвечают, ну, ты же хотел ограбить банк. Это был твой запрос. Ты получил? Получил. Ну, за это положено, вот, написано, прямо в уголовном кодексе, написано срок, там, 20 лет. Понятно, да? Все, поэтому, чтобы мы, запросы нашего сердца были для нашего добра. Вот это вот важно. И когда вы молитесь о чем-то Всевышнему, добавляйте эту фразу, что Всевышний, дай мне вот это, чтобы мне потом было на втором шаге, и на третьем, чтобы было от этого добро. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok